Турция Вчера приехали, отступили, смотрели вот эту красоту. Где-то глубоко внизу течет река. Вторая подгруппа так замерзла на страховке, что была уже не в состоянии сплавляться в тот день и решила перенести прохождение Верхнего каньона на завтрашнее утро. А дождь все лил и лил. Весь день и всю ночь. И начался поводок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В итоге всех ныряльщиков выловили, и катамаран тоже. На прогонном участке случился аверкиль двойки и перелом поперечный у четверки. Родионов правили плечо, но о дальнейшем сплаве экипажа четверки речи идти не могло. Зато двоечники с радостью пересели на освободившуюся пупынгу. Погода налаживалась, и мы решили сделать дневку в кафе у моста и присвятить целый день разведки следующего каньона. Нам удалось пройти около двух километров по пастушьей тропе правого берега, то есть половину пути до точки следующей выброски. Пороги были мощные, но в принципе проходимые. И мы приняли решение идти дальше вниз по реке двумя четверками и одной двойкой. Мы еще раз внимательно перечитали имеющуюся информацию по прохождению каньона по меньшему уровню воды. На всякий случай набрали побольше различного железа, чтобы быть максимально готовым к возможным неприятностям. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В начале дня, как всегда, несмотря ни на что, забыв усталость, болезнь и врожденную лень, Старайся все свои силы направить на то, чтобы остаться в живых, пережив этот день. День пошел, а ты все жив! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Двойка кельнулась на заходе во второй порог каньона. Капитан прошел его весь самосплавом. Серегу же с Катом поймать не удалось, и он проехал еще два порога, самоотверженно и безнадежно пытаясь чалить катамаран, пока его не оторвало в очередном сливе. К счастью, все ребята оказались на берегу, и никто не пострадал. Кат вот около 40 минут болтался на камне в очередном пороге. И когда четверки уже подошли к нему, его все-таки смыло дальше и безвозвратно увлекло вниз по течению. Парней снабдили сухими вещами, рацией, едой и предметами первой необходимости, и они отправились выбираться в верхнюю тропу, которую мы использовали вчера на разведке. К нам в лагерь спустился какой-то непонятно как забредший сюда местный аксакал. В молодости он, по-видимому, был отчаянным рафтором, поскольку долго смотрел на наши каты и страстно рассказывал что-то про реку и пороги на своем никому не понятном языке. Все прониклись к нему уважением, но понять что-то конкретное так и не смогли. Мы видели высоко на скалах горевший всю ночь костерок, и знали, что наши парни сумели подняться на тропу и завтра утром выйдут к людям. Кажется, некоторые даже завидовали ушедшим пешком. Нам же предстояло двигаться дальше вниз по каньону, и впереди нас ждал участок, который мы не смогли просмотреть во время разведки. Время, в Eco, 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 в Eco. Продолжение следует... Место для ночевки. Скальный мыс. День прошел на пределе нервного напряжения. Под вечер мы подошли к участку, который невозможно просмотреть без сложнейших альпработ. Века уходит в скальное сужение с отвесными стенками и делает два поворота зигзагом, заглянуть за которые уже невозможно. По малой воде рязанцы остравливали так катамаран на основной веревке, но в нашу воду о таком не могло идти и речи. В кратком описании указывалось, что там был порог, не представляющий ничего суперсложного по малой воде. Мы долго разглядывали карту в поисках ориентиров для выхода из каньона по суше и в какой-то момент уже готовы были оставить тяжелость на решение и попытаться уйти наверх налегке. В итоге, все-таки здраво рассудили, что наша водная квалификация гораздо выше, чем альпинистская, и было решено завтра с утра идти порог без просмотра и страховки. Штурмовой экипаж вызвался это сделать. По показаниям GPS нам оставалось около 500 метров до пещеры Алтын-Бешик, то есть надо пройти этот зигзаг в стенках и после него уже можно будет уйти с реки по суше. Уже вторую ночь нам предстояло провести ночью на камнях, поскольку поставить палатки было категорически негде. Каждый выбирал место поровнее и выстилал его чем-нибудь помягче. Нервное напряжение и несмолкаемый рев порога не способствовали крепкому сну. Завтра короткий финальный рывок в неизвестности. Ну ты силен, ты доволен собой, пошел еще один день, ты его пережил. Но завтра снова тебе предстоит этот бой, и завтра снова ты будешь бороться за жизнь. Наступит завтрашний день, но покажешь, что ты живи. День пошел, а ты все живи. День пошел, а ты все живи.